МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала. А в студии Алифтина Сасова сейчас коротко о главных темах этого дня. Они все равно обманут. Ну, делай тогда по горячим следам быстренько все это. С ума сойти, да мой голос. А меня взломали, я не могу смотреть и открыть телеграмму. Мошенники берут новые технологии на вооружение. Они уже используют нейросети и могут поделать видео с близким вам человеком или вообще написать от имени начальства. Не то построили. Понятно, что замечания есть, их невозможно в течение года устранить, потому что все мы знаем предысторию Остова Татышев и предыдущих руководителей судьбы. В работе администрации Татышев парка нашли нарушения при реконструкции острова. Какие объекты не понравились контролерам и что с ними теперь будет? Почем цветочки? Они когда раскрываются, очень красивые. Вот их как бы по 140 отдаем, но вам, брат, по 130 дадим. Тюльпаны, розы, хризантемы. А может быть что-то поэкзотичнее? Откуда в наш город завозят цветы к празднику и сколько они стоят в этом году? Не только женское дело. Много друзей, боксеров, дзюдоистов, которые говорили, ну, Василий, все-таки стереотипы. Они складываются так, что какая мужская художественная гимнастика. Красноярск становится столицей российской художественной гимнастики. Правда, среди мужчин. Как они приходят в этот новый для них вид спорта? Мошенники охотятся на деньги россиян вместе с новым поддельником – нейросетью. Они взламывают аккаунты в Телеграме и рассылают всем контактам сообщения с просьбой одолжить денег. А чтобы не было сомнений, подделывают голос и лицо точь-в-точь, как у владельца аккаунта. А кроме того, в последнее время людям чаще стали звонить от имени начальника. Подробнее о новых схемах расскажем в сюжете далее. Это было довольно интригующе, знаете, пообщаться со своим клоном. Мошенники создали клон страницы директора музея геологии Центральной Сибири Юлии Мансуровой в Телеграм-канале. Для убедительности загрузили на аватарку ее фотографию. Затем аферисты вычислили ее сотрудников и принялись их обрабатывать с помощью искусственного разума. Вот только интеллектом он не отличался. Та манера общения, которая, так сказать, мне присуща на работе, никаким образом не учитывалась искусственным интеллектом. Он изобиловал очень странными для человека живого выражениями, типа, связаться с сегодняшним днем. Не знаю, может кто-то так говорит, но это точно не я. Поэтому сотрудники сразу поняли, о чем идет речь. И позвали Юлию посмотреть на шоу, устроенное мошенниками. Неросить в переписке подготавливала сотрудницу музея к разговору со злым лжемайором ФСБ. Звонок не заставил себя ждать. Крайне раздраженным, надменным, подавляющим тоном начал требовать совершить целую кучу всяких вполне театральных действий. Типа выйти из кабинета, потому что разговор будет строго конфиденциальный. Я могу предположить, что в дальнейшем, для того, чтобы задобрить очень злого сотрудника ФСБ, у нее бы попросили взятку. Но до этого не дошло. Сотрудница бросила трубку. А эту женщину взломали в телеграме, подделали ее голос и сгенерировали видеокружок с ее лицом. Друзья, меня сейчас только что взломали. Смотрите, даже выложили мое видео. На кружке лицо женщины точь-в-точь, как она выглядит в жизни. Сам голос тоже похож. Тембр, интонация, манера. Ну, делай тогда по горячим следам быстренько все это. С ума сойти, да мой голос. А меня взломали, я не могу смотреть и открыть телеграмму. На самом деле, мошенник снял на видео себя, а затем с помощью современных технологий поменял свое лицо на изображение жертвы. Распознать обман можно, но сложно, если близко не знать владельца аккаунта. Эксперты советуют обратить внимание на качество видео. Если лицо угловатое, нечеткое, а движения неестественные, скорее всего, перед вами дипфейк. Но такие преступления пока редкость. А буквально вчера задержали двоих курьеров, задействованных вставшей уже классической схеме. Позвонили потерпевшему, сообщили ему о том, что на него пытаются оформить кредиты. И для того, чтобы пресечь данные попытки, необходимо все денежные средства передать соответствующим инкассаторам, которые представили поддельные документы от Центробанка потерпевшему. Фантазия аферистов безгранична. Например, недавно двойник спикера законодательного собрания края Алексея Додатко обзванивал красноярцев и просил у них деньги. Если нужной суммы не было, намекал, что неплохо бы взять кредит. Оказалось, мошенники сгенерировали голос политика с помощью искусственного интеллекта. Общались с горожанами и от имени первого заместителя губернатора края Сергея Пономаренко. Для борьбы с этим принят новый закон, который частично перекладывает ответственность на банки. Финцерт – это организация при Банке России, которая занимается как раз вопросами кибермошенничества. Если реквизиты перевода попадают в базу Финцерта и коммерческий банк все равно перевел, не проверив эти данные, тогда банк обязан вернуть полностью все средства. За 2023 год было предотвращено 43 миллиона попыток хищения денежных средств у населения. Злоумышленникам удалось реализовать больше миллиона операций и украсть 16 миллиардов рублей. Кстати, 56% пострадавших – женщины, 44% – мужчины. Началось рассмотрение громкого уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Железногорске. Преступление произошло в конце июля 22-го. По версии следствия, курсант Академии МЧС, которому на тот момент было 20 лет, увидел на берегу озера 16-летнюю девушку, напал на нее сзади, нанес несколько ударов по голове и оттащил оглушенную в кусты. Там совершил насильственные действия сексуального характера и убил. Забрал ее вещи, тело присыпало землей и скрылся. Искали убийцу больше полугода. За это время взяли образцы ДНК у 10 тысяч человек. В апреле прошлого года был установлен предполагаемый преступник. Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы. Мощный взрыв прогремел в соседней Тыве. Там, рядом с городом Шаганар в Лукхемском районе, произошла авария на ТЭЦ. Предварительно пострадали 20 человек. Один из них погиб, остальных доставили в ближайшую больницу Кузыла. Взрыв произошел в отсеке теплоподачи. Из-за этого часть домов остались без центрального отопления. В пресс-службе региона заявили, что котлы ТЭЦ не пострадали. Восстановить подачу тепла в дома людей местные власти пообещали ближе к вечеру. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Смертельное ДТП произошло на Северном шоссе. Осторожно, дальше будут жесткие кадры. Джип на большой скорости сбил дорожного рабочего. В это время он чистил отбойник от грязи. Мужчина умер на месте. Известно, что причиной аварии стало то, что водитель джипа потерял управление. Сначала он перестроился в крайнюю левую полосу и не увидел, что там стоит машина дорожников. Ему пришлось резко вильнуть рулем вправо, из-за чего машину занесло. Она сбила рабочего и врезалась в отбойник. От сильного удара мужчина отлетел на несколько метров. Водитель джипа по предварительной информации не пострадал. Больше трех десятков нарушений нашли в работе Татышев парка. Проверку организовала контрольно-счетная палата Красноярска. Аудитор отметил, что пляжный комплекс там построили без сметы. Есть участки, которые используют не по назначению. Появились вопросы и к проекту планировки острова. Как это скажется на любимом многими красноярцами месте, расскажет Наталья Архипова. Тишина и покой в пляжном комплексе на острове Татышев и так здесь не только зимой. Развлекательная локация отработала всего один сезон, а прошлым летом так и не открыла свои двери. И вот оказывается, что кроме того, что здесь не произвели нужных археологических работ во время строительства, есть еще нарушения. На комплекс наложен арест. В отношении тех, кто связан с компанией, построившей зону отдыха, возбудили уголовное дело за уничтожение археологического объекта. А пока идет следствие, Татышев обязан сохранять комплекс, но открыть его не могут. Аудитор во время проверки еще выяснил, стоимость аренды экономически не обоснована, а смета монтажа не составлялась. Из числа замечаний в отношении пляжного комплекса, там несущественно в том плане, что мы подготовили уже претензионные письма в отношении той подрядной организации, которая возводила, ну и осуществляла функциональную деятельность объекта. Ну это тоже вопрос времени. Из трех десятков нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой, 18 уже устранили. Осталось, например, уточнить границы участков арендаторов, внести актуальные изменения в проект планировки острова. Но это совсем не бесплатно. И когда найдут средства, пока не ясно. Но точно понятно, что ничего не грозит объектам, которые здесь построили, хоть они и не отражены в этом плане. Новая сцена с куполом, например. Но дело в том, что большинство нарушений досталось нынешнему руководителю острова по наследству. Даже в счетной палате отмечают, руководство учреждения постоянно менялось. Поэтому устранять все просто не успевали. Некоторые руководители и вовсе становились фигурантами уголовных дел. Такая тенденция и стала причиной, почему в городском совете пристально наблюдают за работой парка. Понятно, что замечания есть, их невозможно в течение года устранить. Потому что все мы знаем предысторию острова Татышев и предыдущих руководителей судьбы. И понимаем, что то, что там было сделано, те недостатки, которые были в то время совершены, ну и замечания существовали, их невозможно единомоментно решить. Но сегодня ситуация меняется. Парки сформировали план по устранению оставшихся нарушений. Но главное, что для любителей прогуляться по острову ничего не изменится. Наталья Архипова, Павел Ваницкий, Седьмой канал. Плодовые деревья и грядки с овощами прямо на берегу Енисея. И речь не о загородной даче, а о новом сквере в Академгородке, который спроектировали сами красноярцы. Что еще появится в Октябрьском районе в этом году и с какими трудностями придется столкнуться, выясняла Дарья Морева. Дуб растет, манчжурский орех. Данные деревья – это плодоносящие ранетки. И весь этот плодовый сад раскинулся прямо на берегу Енисея, под окнами новостроек нового Академа. Андрей гуляет здесь часто, с тех пор, как переехал в микрорайон. Но виды его не сильно впечатляют. Повсюду валяется мусор и собачьи экскременты. А деревья засыхают. И решил, пора что-то менять. Вместе с соседями Андрей придумал проект благоустройства, который скоро воплотится в жизнь. Мы это таким новым модным словом назовем – chill-out, куда можно прийти, посидеть, помедитировать, покачаться на качеле, полюбоваться хорошим видом, как это и в принципе сейчас делают. И благоустроить, потому что неблагоустроенная территория, она превращается всегда в хлам, мусор и многое другое. Главной фишкой прогулочной зоны станут садовые грядки вместо обычных клумб. За них голосовали сами жители. Здесь можно будет выращивать цветы или даже овощи. Но для начала нужно решить главную проблему – куда-то перенести сотовые вышки, которые портят весь вид. Не обошлось без проблем и на другом участке в Октябрьском районе, где уже этим летом расположится сквер для прогулок с детской площадкой. Пока это место больше напоминает неухоженный пустырь, хотя повсюду виднеются следы, а значит здесь нередко гуляют сами красноярцы. А под ногами у них находятся подвалы, которые незаконно установили еще лет 30 назад. И в любой момент они могут обвалиться. Но и это не единственная проблема. Новый сквер построится прямо возле церкви и частично перекроет технический проезд для пожарных машин. Его, конечно, сделают в другом месте. Но когда и за чей счет – не уточняется. А пока служители храма решают эти вопросы с властями, жители Ветлужанки уже мечтают прогуляться по новому зеленому пространству. Ведь они сами же и придумали этот проект. Ну, будет, думаю, очень удобно здесь отдыхать детям, родителям. И визуально смотреть с окон будет приятно, конечно. Потому что многих не устраивают эти подвалы. То есть смотреть с окон на крышки подвалов этих. Для многих жителей Ветлужанки этот проект и долгожданный. Ведь ничего подобного в округе пока нет. Реализовать его планируется уже в этом году. Даже несмотря на все возникающие проблемы. В целом Октябрьский район развивается. Есть большие задачи по Октябрьскому району при подготовке к 400-летию города Красноярска. Эти проекты сейчас согласовываются у губернатора, на федеральном штабе, у руководителя. Поэтому много чего будет в ближайшее время развиваться в Октябрьском районе. И еще одна проблема – детский садик на Бугаче. Достроить его обещают к сентябрю. Хотя подрядчик уже отстает по срокам. Но даже если все получится, ввод здания в эксплуатацию потребует как минимум еще трех месяцев. А значит, дети в любом случае пойдут в садик только в следующем году. Дарья Морева, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Цветочное разнообразие в магазинах и на улицах Красноярска. Больше пяти с половиной миллионов растений закупили предприниматели в преддверии 8 марта. Какую проверку проходит каждый цветок, откуда они поступают к нам в город, и повысилась ли стоимость букета в сравнении с прошлым годом, выяснял Григорий Горячих. Они когда раскрываются, очень красивые. Вот их как бы по 140 отдаем, но вам, брат, по 130 дадим. Сегодня Красноярск буквально наполнился цветами. Тюльпаны всех возможных расцветок можно встретить не только в цветочных магазинах, но и на улицах города. Нет, мы можем собрать разные. То есть вот по 89, например, по 87, вот эти добавить. Участники закупают партии разных видов тюльпанов количеством в 2-3 тысячи штук. Вот данный вид – это Голландия. Это тоже Голландия, это пионовидные. Они у нас идут подороже, потому что это премиум качество. Эти цветочки у нас из Сочи, эти и Реван. Мы цветы заказываем заранее, примерно в январе месяца оплачиваем их. И, соответственно, уже перед 8 марта, в январе 4-5 числа цветы к нам приходят. Многие продавцы делают выбор в пользу цветов, выращенных в пригороде Красноярска. В основном это поселки Емельянова, Элита и Совхоз Октябрьский. Местные тепличницы, они хорошие. Из Краснодара, Сочи невыгодно везти. По сути, одни и те же цветы у нас даже получше будут. У нас бутон большой, в принципе, цветок длинный. Хорошие цветы, то есть все круто. В этом году для розничной продажи тюльпанов в мэрии определили 49 официальных точек, но многие частные предприниматели все равно занимают свои привычные места. Выбор у них действительно большой. В одном месте стоят от 3 до 10 машин. Также цветы можно приобрести и во всех супермаркетах. В этом году мы завезли в сеть более миллиона тюльпанов разных сортов из Амини Белоруссии. Они продаются у нас как по отдельности, так и в букетах. Конечно, мы перед тем, как заказывать, анализируем предыдущий спрос и смотрим, и заказываем немножко больше. Но, в принципе, я думаю, что миллиона тюльпанов нашим покупателям хватит. Всего же с начала этого года в наш город завезли больше 5,5 миллионов цветов из-за рубежа. По сравнению с прошлым годом вес поставок вырос почти в два раза и составил 360 тонн. 65% от общего количества – это розы. На втором месте тюльпаны их завезли 57 тонн. Третьими по популярности являются хризантемы – 23 тонны. Также везут у нас лилии, орхидеи и другие цветы. В этом году были везены цветы, которые выращены в Эквадоре, Колумбии. Также возятся цветы из Нидерландов, Узбекистана. Достаточно широкий спектр стран-мапортеров наблюдается. Выращивают тюльпаны и у нас в городе. Почти 200 тысяч цветов срезали к празднику в теплицах управления зеленого строительства. Луковицы там в основном отечественные и должны быть больше приспособлены к сибирским условиям. Да, это основной, конечно, параметр, чтобы тюльпан был устойчив вообще к любым невзгодам. Тюльпан неприхотливый цветок. За ним и в домашних условиях в срезке ухаживать несложно. Поэтому весной его очень сильно любят за это. Постарались в этом году разные цвета заказать. Именно перед 8 марта цветы покупают больше всего. Для продавцов это самое выгодное время в году. По традиции чаще берут розы, хризантемы, лилии и орхидеи. Последние в основном завозят из Таиланда. Орхидеи продаются в капсулах для того, чтобы продлить срок их стояния. Орхидеи к празднику завезли больше 50 тысяч. В последнее время красноярцы все чаще покупают также цветы в горшках. Бегонию цикламен, крокусы и гиацинты. Также популярностью пользуются и экзотические виды. Например, ранункулюс. В народе известный как азиатский лютик. Но наибольшим спросом пользуются все-таки тюльпаны. Все цветы, которые были привезены в наш город и которые выращены в теплицах, проверяются специалистами Россельхознадзора. Подозрительные бутоны забирают на экспертизу, чтобы на витрины ни в коем случае не попали те, в которых могут оказаться вредители. Самым опасным из карантинных вредителей на цветах и на плодовощной продукции является западный цветочный трипс. Когда досматривает инспектор или представитель лаборатории цветы, то есть можно сразу обнаружить, есть ли наличие карантинных вредителей. То есть визуально он виден. Разброс цен на тюльпаны в этом году большой. Самый дешевый цветок можно купить за 40 рублей. А вот цены на пионовидные, которые относятся к премиум-классу, доходят до 250 рублей. В среднем по сравнению с прошлым годом тюльпаны подорожали на треть. А вот розы и хризантемы выросли в цене наполовину. А ведь многие красноярцы не ограничиваются только букетом, но добавляют к нему еще и конфеты, подарочные наборы и мягкие игрушки. Григорий Горячих, Павел Иваницкий, Данил Дубенко, 7 канал. Выезды на лед красноярского водохранилища снова закроют. Пенсионерки массово вышли на рынок труда, а женщины в погонах устроили поединок на машинах. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «В двух словах». Налет красноярского водохранилища на автомобиле попасть снова не получится. Все выезды закроют с пятницы 8 марта по воскресенье. На такие меры пошли из-за потепления и водителей, игнорирующих просьбы спасателей. В местах съезда будут дежурить патрули, а всех нарушителей штрафовать. Перекроют даже санкционированную переправу. Проезд по ней откроют только для жителей ближайших поселков и клиентов баз отдыха. Красноярцы смогут сами контролировать ремонт дорог. Для этого нужно прийти на Ленина 49 с паспортом. Там будущим контролерам расскажут о задачах, которые им предстоит выполнять на посту дорожных общественников. Это встречи с заказчиками и подрядчиками, выявление нарушений, отслеживание качества дорожного ремонта и в финале участие в приемке работ. Пенсионерки в крае стали чаще искать работу. Количество резюме женщин старше 61 года выросло почти на 40%. Они рассматривают такие сферы, как управление персоналом, бухгалтерия, наука, образование и административный персонал. Такое соотношение резюме женщин и мужчин по стране впервые за три года сдвинулось в пользу первых. Женщины в форме устроили поединок на автомобилях в Красноярске. Сотрудницы силовых ведомств продемонстрировали навыки езды на автодроме и знание правил дорожного движения на теоретическом экзамене. Участницам нужно было максимально быстро на машине с автоматической коробкой передач выполнить упражнения «Змейка, горка, разворот в ограниченном пространстве» и «Парковка задним ходом». Самыми ловкими стали курсантки из Сибирского юридического университета. Всех участниц наградили памятными подарками, цветами и бурными овациями зрителей. В Сухобуземском районе появились новые фельдшерско-акушерские пункты. Каждый из них оборудовали всем необходимым. Теперь там есть смотровая, процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинет приема. С рабочим визитом новые медицинские центры посетил губернатор края Михаил Котюков. Подробнее о том, как устроены ФАПы и появятся ли они в других районах края, расскажет наш корреспондент. «Мы пациентов записывали и отправляли в районную больницу на кардиограмму. Теперь мы можем все это самостоятельно делать на местах». Новое оборудование, смотровая, процедурный и прививочный кабинет – все это фельдшерско-акушерский пункт в селе Хлоптунова. Такие комфортные условия уже оценили работники, уверены, что они понравятся пациентам. Тем более, что раньше в Хлоптуново ФАП располагался в одной из квартир жилого дома, где даже отсутствовало отопление. Но теперь новый медицинский пункт полностью оснащен всем необходимым. «Все появилось нового. На старом ФАПе у нас, в принципе, ничего не было. Вообще элементарно даже воды и туалета. По оснащению теперь все есть. Мы берем на месте анализы по биохимии, сахар, холестерин, кардиограф есть у нас, дефибриллятор есть, переносной ЭВЛ есть. Ну, в принципе, теперь все. Мы даже в крайнем случае можем роды принять». Новый фельдшерско-акушерский пункт появился и в деревне Малиновка. Теперь у жителей тоже есть возможность получить медпомощь в комфортных условиях. Сегодня у ФАПов было официальное открытие. Уже с завтрашнего дня они будут готовы принимать пациентов. Приехал в Сухобуземский район и губернатор Красноярского края Михаил Катюков. Главе региона показали новые помещения, оборудование и даже полезные игрушки для детей. «У нас тут все интересное и детям занятие. Когда приходят, пока с мамой общаешься, то есть они и тут и игры есть, и про зубы. Зубы – это годное образование, которое находится во рту». Оба объекта еще и были построены с опережением сроков, но это никак не повлияло на их качество. «И там, и там медицинская помощь оказывалась и ранее, но уже, конечно, инфраструктура пришла в негодность за многие годы. И вот эти вновь построенные фельдшерско-акушерские пункты существенно, конечно, повысят качество медицинской помощи, в данном случае для жителей Сухобуземского района. И заведующие этими ФАПами, специалисты, которые имеют необходимое медицинское образование, уровень квалификации, точно смогут оказать жителям необходимую медицинскую помощь». В фельдшерско-акушерских пунктах предоставляют первичную доврачебную медико-санитарную помощь. Всего в крае с 2021 по 2023 годы введено в эксплуатацию 48 таких медицинских учреждений, а в 2024 в планах ввести в эксплуатацию еще 51 ФАП. Строят их по национальному проекту здравоохранения, а оборудование покупают по госпрограмме страны развития здравоохранения. Добавим, что в этом году район также получил два автомобиля для обслуживания фельдшерско-акушерских пунктов. Красноярские художественные гимнасты впервые в истории выиграли чемпионат России. Спортсмены триумфально выступили и забрали золото в четырех дисциплинах среди юниоров. Помимо первых мест завоевали серебро и бронзу и стали лучшими спортсменами по этому виду спорта во всей стране. И это при том, что один из лидеров команды на тренировку едет целую ночь и столько же обратно. Почему так, расскажет Ксения Гречихина. Это за булавы, это за скакалку, это за групповое упражнение. Вот так Ариф пересчитывает медали, рассказывая о полученных наградах. Уже в 15 лет он стал четырехкратным чемпионом России. В гимнастике он с самого детства. 9 лет был спортивным гимнастом, а два года назад поменял секцию. Вид спорта выбрал сам, хотя не исключено, что помогала мама. Сама тренер по художественной гимнастике. Ездить на тренировки мальчику приходится в Красноярск из Енисейска. Сначала было тяжело, но уже привык, говорит он. Да и результат таких тренировок не может не радовать. Сажусь в пятницу ночью на автобусе, всю ночь еду. Потом в субботу утром приезжаю и тренируюсь. В субботу и воскресенье. Устаю, да, конечно. Потом отсыпаюсь, как-то все хорошо потом. Важна для ребят работа наставников. Василий Вадимович, к тому же, тренер играющий. Ему нужно не только готовить к соревнованиям ребят, но и находить время для своих тренировок. А на чемпионате России случилось, что ученик превзошел учителя. Василий взял серебро, но стоял на педестале с чувством гордости. Ведь на высшей ступени был его воспитанник. В таком виде спорта не обходится и без осуждений. Многие по привычке считают художественную гимнастику чисто женским видом спорта. Много друзей, боксеров, дзюдоистов, которые говорили, что в Василии все-таки стереотипы складываются так, что какая мужская художественная гимнастика. Потом ребятам показывал, что мы, как мы выступаем, что мы делаем, как мы тренируемся. И на самом деле все меняют просто мнение. Мужская гимнастика – новый вид спорта. Это элементы восточных единоборств, акробатические трюки, ну и мастерство работы с предметами. Кстати, снаряды у парней тоже свои – кольца, скакалка, палка и утяжеленные булавы. Однако увидеть изящность, блеск и женственность можно в смешанных парах. Ярослав и Александр уже третий год выступают вместе. Работая в тандеме, нужно найти взаимопонимание. Ответственность за результат увеличивается вдвое, но и поддержка тоже. В смешанных парах, как сказать, более комфортнее, что ли, выступать, потому что ты не один выступаешь, а с напарником, понимаешь то, что, ну, если ты там накосячишь, то не только на тебя ругаться будут, ну, там, с напарником, а в одиночном, ну, точнее, в личке, ты сам за себя отвечаешь за все. Из Москвы красноярские спортсмены привезли семь медалей и пять из них золотых. Но останавливаться на достигнутом ребята не собираются. На каждой тренировке они оттачивают свое мастерство и учатся чему-то новому. А впереди у них цели на самые высокие места. Ксения Гречихина, Иван Нечаев, Седьмой канал. Спонсор прогноза погоды – Акваклуб «Вода». Отдых для всей семьи. И теперь информация о погоде. В четверг, 7 марта, в Красноярске переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ночью – 10 градусов холода, днем до плюс трех. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши вайбер и ватсап. Номер 8-391-2900-333. А также в чате телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами была Алифтина Сасова. Всего вам доброго.